привет друзья с новым годом с новым счастьем я обещал вам несколько таких вот важных моментов рассказать новом году будьте счастливы любите друг друга это как бы вечные общечеловеческие ценности любовь сопереживания чувство бесценности живого гуманизм оптимизм чтобы не случилось вечно помнить что все время плохо не бывает и что человек по природе творец творец почему творец потому что в его генетике вся эволюция предшествующих поколений и эта база данных в его бессознательном подсознании требует разрядки и вот эта разрядка она происходит через творчество творчество это поиск наиболее простого решения сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей очень хорошее у меня определение правда друзья повторю поиск наиболее простого решения сложной задачи любой это не только рисовать или писать стихи или петь песни или танцевать творчество это поиск наиболее простого решения сложной задачи любой через призму общечеловеческих ценностей это свобода свобода свободы 2 внешняя и внутренняя языком внешняя свободы универсальным языком внешней свободы являются например деньги но за деньги любовь не купишь но беда в том что все человечество когда переходит на какой-то новый этап своего эволюционного развития через точку бифуркации точку неопределенности к сожалению но так происходит всегда как и сейчас к сожалению нами управлять начинают люди которые менее развитые почему это так происходит почему такая закономерность потому что менее развитые человек в эволюционном виде и по воспитанию и по образованию он свои недостатки возводит в ранг достоинств ну потому что он к себе не критичен и поэтому он пытается управлять не собой не улучшать себя не совершенствовать себя управлять другими ему нужна власть так вот нормальные люди творческие люди они имеют власть над собой управляют собой пытаются совершенствоваться пытаются познать себя но об этом все знают познай себя все знают помоги себе сам все знают да и бог помогает тому кто старается сам все человека зависит от вас от меня от этого моего велосипедиста видите колеса крутятся карма фортуна ну вот так дело вот чем как же нам сегодня наша школа человечность школа человека будешь имеется ввиду что наше будущее внутри нас от нас зависит от каждого из нас зависит не полагаться на что-то на кого-то а самому пытаться понять осознать и и деять делать добрые дела исходя из этих высших ценностей добродетель еще говорил аристотель добродетель доброе дело что это такое но очень много людей которые по невежеству например например в частный случай полагает что они уже все познали и тут же начинают пытаться навязывать вот эти свои представления другим а нормальный человек на самом деле сомневающийся он все время думает прав он или не прав вот как чехов говорил я по капле выдавливаю каждый день из себя раба интеллигентный человек потому что хам хам уверенный в себе уверенный беспричинно потому что может быть он так воспитан или у него такая генетическая особенность есть такие люди которые уверены в себе без всяких результатов я видел такого мальчика маленького у мамы на руках у него взгляд был у ребенка может мне это показалось я не знаю но у него был такой надменный насупленный взгляд да и довольно долго я его несколько раз видел в разных обстоятельствах ребенка такой насупленный такой недовольный уже было видно кто из него вырастет если в каком-то возрасте родители не подвоспитают его вот будут хвалить его за хорошие поступки и тогда у него будет взращиваться какая-то такая позитивное начало такое будет происходить у нас бывает так что хороший ребенок родится здоровый ребенок родится а его чаще ругают за недостатки какие-то в поведениях постоянно вместо того чтобы хвалить за хорошее наказывают вот уже взрослый человек например уже он не ребенок а взрослый ему может быть 30 лет и 25 или 50 а его тоже часто ругают его пытаются воспитать с ориентацией на свободу внешнюю а не свободу внутреннюю например ему говорят кому нужны твои картины ты сначала создай базу материальную а потом позволяй себе заниматься творчеством но вы прислушайтесь создай сначала материальную базу а потом занимайся тем чем ты хочешь заниматься ну да кому нужно вот когда тебя лишают инициативы в развитии творческих качеств и начал тебе лишают возможности быть творцом и отсюда возникают все болезни потому что если в тебя потенциал из поколения в поколение в твоем геноме а это в каждом из нас и вдруг его закрыть если тебе не дают развивать твои творческие начала отсюда происходят и все недуги и все болезни отсюда начинается пьянка отсюда начинается и курение отсюда начинается все такое искусственное на самом деле все это внутри нас есть и все лекарства внутри нас есть в организме человека все есть все есть эндорфин есть например ты снял очень высокий стресс быстро и у тебя такая эйфория тебе такое облегчение как будто камень сбросил с плеч да ну что я хочу в целом сказать я хочу сказать вот человечество вот у меня много друзей и мы сделали запись которую покажем после этого ролика с моим другом с физиком ядерщиком острецовым которого вы все знаете очень известные специалисты очень известные профессор и он там говорит в этой записи а вы посмотрите и послушайте кому можно поклоняться или богу или мамоне или так сказать тому что мы богом называем или деньгам ну там вот как раз таки выбор между внешней и внутренней свободой они должны быть в балансе а вы подумайте сами а чего мир такой вы послушайте это видео напишите свои коменты подпишитесь на мой ютуб кто еще не подписался и на мой телеграм подпишитесь и инстаграм подпишитесь ну там везде подпишитесь на мои каналы потому что там будут очень интересные беседы и марафоны очень интересные сейчас идет марафон по стране по стране сбросить лишний вес как это сделать и будут подключаться люди очень интересные ну очень интересные и каждый специалист своей области и наиболее интересные те которые которые междисциплинарники они занимаются и своей областью углубленно будь это физика или будь это пение или танцы и одновременно с этим они вот физик например стихи пишет любит песни делать и петь ну вот посмотрите и физики и лирики все вместе и чем больше у человека вот этой разносторонности междисциплинарности тем больше и больше люди понимают вот я недавно разговаривал с человеком про то как снимать стресс подбирая действия синхроны и текущему состоянию в моменте он говорит да я и сам так думал всегда только не озвучивал но я говорю в этом то и дело в нашей школе человечности в школе человек будущего а наше будущее внутри нас еще раз повторяюсь как раз таки мы и занимаемся тем чтобы каждый человек мог научиться управлять своим состоянием сам а сегодня очень важно потому что мир сегодня решается в этой точке неопределенности в зависимости от каждого из нас как творца ну вот и получается что люди которые больше всего сомневаются они навязывают кому-то что-то они как раз таки и проигрывают в этой ситуации потому что более самоуверенные более настроенные на деньги на внешнюю свободу ну вот так и получается те которые слабее по-человечески которые возводят свои недостатки враг достоинств вместо того чтобы управлять своим внутренним процессом своим стрессом использовать энергию напряжения стресса для решения ранее нерешаемых вопросов ну вот посмотрите вот к чему мир пришел я понимаю что люди все задействованы если ты например получаешь зарплату в каком-то институте а ты например химик и ты занимаешься разработкой химических соединений а там надо это новшество какое-то экономических из экономических интересов внедрять ну так и внедряли разные вещи не задумываясь о далеких последствиях не задумываясь о бесценности живого не задумываясь о вечных человеческих ценностях так создавался доз ддт которым обмазывали все мусорные ящики в школах и в домах потом оказалось что этот доз ддт неуничтожим хоть зарой его сколько людей по наотравлялись ну хотя бы даже мало поотравлялись а кто-то и больше я помню когда я в школе учился у нас во дворе вот этот мусорный ящик весь был обляпан этим тустом ддт я про что хочу сказать друзья изобретения нужны но когда человек не отвечает за свою деятельность когда он не видит вперед не выжив не видит дальше своего носа как говорится в конечном счете это все превращается в разрушение экологии и так далее вот летают ракеты выжигают озоновые дыры вот летают вот эти бомбовозы всякие которые вон войны устраиваются там ну и планеты постепенно вот приходят в такое состояние что-то даже трудно себе представить что было допустим 20-30 лет назад как ты в лесу гулял спокойно или у речки сидел уже все это так сказать становится достижением только для тех богатых людей которые могут это купить огородить чистоколом большим высокого забора а люди обычно как ну они не имеют этих возможностей что это я все говорю такую ерунду а потому что все очень просто мир очень прост и всем голову приходят нормальным людям собери например нормальных людей даже не имея исходной темы все равно придумают хорошую идею а стоит затесаться среди них хоть одному примитиву все усилия уйдут как песок да и хлопот потом не оберешься итак друзья смотрите на следующий выпуск с ядерщиком физиком Острецовым да и послушайте что он говорит и подписывайтесь на наши каналы потому что в этом новом году будет много развительных перемен потому что наша школа человек больше homo futurus мы вообще все вместе всем миром работаем над тем чтобы было меньше войн и кризисов и потребностей в лекарствах и чем больше вы подписывались тем больше мы продвигаем нас нашу школу в которой очень много очень умных очень мудрых очень гуманно настроенных людей которые понимают что человек рожден для счастья для свободы надо только разобраться в чем это счастье и свобода заключается я-то думаю что счастье это быть собой да ну до встречи